Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Мы проводим наш очередной вебинар, и сегодня мы будем говорить о законе о самозанятых. Наш сегодняшний спикер Лариса Бух, ей я предоставлю слово буквально через несколько минут, а пока я хотел бы рассказать о тех ссылках, которые поместил в самое начало нашего чата. Первая ссылка ведет на наше расписание, в котором вы можете зарегистрироваться на любое онлайн-мероприятие вплоть до конца нашего учебного года. Кстати, там произошли небольшие изменения, можете их зафиксировать и записаться на новые вебинары, которые у нас появились. Запись этого вебинара ведется, и он будет помещен, я надеюсь, уже сегодня вечером, на наш видеоканал на YouTube, и это наша вторая ссылка. Кто не зарегистрировался на нашем канале, не подписался, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всего, что записывается в Директ-Академии. Третья ссылка ведет на наши онлайн-курсы, и там сейчас у нас предложение 10 разных курсов, можете ознакомиться и дать обратную связь в форме, если что-то вас интересует, какой-то из курсов. Наконец, последняя, четвертая ссылка ведет на выдачу сертификатов, страницу выдачи сертификатов, где можно будет приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара. И в конце нашего чата, он у нас, правда, короткий пока, даю три ссылки на следующие вебинары, которые у нас состоятся вслед за сегодняшним. Первый из них, завтрашний вебинар Татьяны Телегиной, «Вибометрия. Новое направление в библиометрии». 25 числа, понедельник, Наталья Логачева проведет вебинар «Дефицит информации или информационная перегрузка. Поиск литературных источников, цифровых данных и приемы их фильтрации». Этот вебинар идет в треке Натальи Логачевой, посвященном работе над диссертациями. Ну и, наконец, 26 числа в 12 часов по Москве наш генеральный директор Константин Николаевич Костюк проведет вебинар «Зарубежные информационные ресурсы и отечественные клёны библиотечной системы в информационно-образовательной среде вуза». Вот, я свое вступление закончил и передаю слово нашему сегодняшнему спикеру Ларисе Федоровне Бух. Пожалуйста, Ларис, спрошу. Добрый день. Давайте мы с вами проверим, насколько мы проверяли, но, может быть, у кого-то есть свои особенности звука. Так, Павел Юрьевич, плюсики, плюсики. Ну, понятно, судя по плюсикам, все слышно хорошо. Замечательно. Давайте тогда перейдем к теме нашего вебинара. Называется вебинар «Закон о самозанятых. Выход из тени или ловушка». И прежде чем мы приступим к нашему вебинару, я сразу хотела бы запустить опрос, и я его сейчас открою. Пожалуйста, ответьте вопросники. Зарегистрированы ли вы в качестве самозанятого? Может быть, у нас уже есть те, кто... Запускаю опрос. Вопросники, пожалуйста. Да, зарегистрирован или нет, не зарегистрирован. Вдруг у нас уже есть те, кто является самозанятым. Шесть ответов. Нет, 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 не зарегистрированы. Ну, в общем-то, картина достаточно показательная по поводу того, что у нас ноль ответов по поводу того, что зарегистрировано уже как самозанятый. Если бы вы были зарегистрированы, мы с вами бы поговорили. Так, уже 10 человек проголосовал и все ответили нет. То есть, во всяком случае, я могу подозревать, что вторая половина людей, которые у нас промолчали, они, может быть, не могут отвечать и смотрят с каких-то мобильных устройств. Вот, еще Елена Анатольевна пишет, что нет. Это, в общем-то, абсолютно показательно. Останавливаю опрос и закрываю. Возможно, вы уже были на моих вебинарах. Тоже еще раз задам сейчас вопрос. Кто не был на вебинаре, открою опрос тоже. Вопросники, ответьте, пожалуйста, были вы или нет. Вот я проводила вебинар в понедельник на этой площадке. Ну, мы могли с вами встречаться и на каких-то других площадках, потому что я на разных площадках веду. И у нас народ пересекается и ходит на разные вебинары к разным организаторам. Ну, вот получается половина на половину. Тоже 11 человек у нас ответили. И половина были, половина не были. Ну, на один человек меньше. Тогда я в двух словах просто скажу, останавливаю опрос. В двух словах скажу, что основная сфера моей деятельности – это вебинары. Как я иногда говорю, что для кого-то вебинар – это прилагательный, для меня вебинар существительный. Потому что я преподаю методику проведения вебинаров и применения их в различных сферах деятельности, как в обучении, так и в бизнесе. И уже 9 лет работает школа ведущих вебинаров. И есть ряд курсов, которые я провожу. Но тема сегодня нашего вебинара связана не с методикой проведения вебинаров, а вот как раз та тема, которая для вебинаристов, для тех, кто их проводит, является прилагательным. То есть тот, кто работает самостоятельно или хочет работать самостоятельно, или дополняет свою деятельность по найму, тем, что в свободном, скажем так, режиме хочет вести предпринимательскую деятельность. Ну и в данном случае, конечно, больше всего это связано именно с какими-то онлайн-курсами, с обучением в интернете, поскольку целевая аудитория этого вебинара, скорее всего, все-таки связана с обучением. Либо какой-то любой другой сферой деятельности, которая не связана с интернетом, это может быть и репетиторство как в интернете, так и вне интернета, или какой-то другой небольшой деятельностью, где он работает самостоятельно. Так вот, у нас очень много вообще, если мы откроем вообще интернет, мы очень много найдем, знаете, рассуждений о том, кто такой самозанятый, чем он может заниматься. Вот просто поставьте, пожалуйста, плюс или минус, хотя я не люблю эти вещи, но плюсы и минусы, но тем не менее, кто... Ой, извините. Кто из вас уже в интернете самостоятельно занимался поиском, кто такой самозанятый и чем он занимается, и вообще вот что же это такое? Кто занимался, поставьте плюс, кто не занимался, минус. Так, вот один плюс, один минус, пошли минус, минус, минус. То есть не занимались поиском информации о самозанятых. Вот я смотрю, здесь большинство тогда из ответивших. Ну, я вам могу сказать, что вы только наберите слово «самозанятый», миллион будет просто-напросто ответов. И разобраться в достоверности и правильности ответа очень сложно. Во-первых, потому что это слово «самозанятый» очень популярно, и это является одним из средств привлечения на свой ресурс других предпринимателей, вернее, на ресурс предпринимателей, которые хотят увеличить посещаемость своего сайта. И о самозанятых пишут люди, которые совершенно в этом не ориентируются. Это первое. И там может быть много неточностей. Второе. Не всегда можно определить дату, когда была написана статья или дана информация какая-то краткая о самозанятых, поскольку начиная с 2016 года информация менялась. И нельзя понять, эта информация актуальна сегодня или не актуальна. В принципе, вот что касается вообще правовых вопросов, то иногда разница информации с точностью до нескольких часов. У нас была такая ситуация, что я в октябре вела курс предпринимательской деятельности в интернете. Уже, наверное, 4 или 5 раз я вела этот курс. И в процессе проведения этого курса мы просто сидели и рассматривали вопросы курса. У нас был вебинар. Одновременно с этим проходило заседание в Госдуме и принимались нормативно-правовые документы, связанные с этим понятием. И к моменту окончания нашего вебинара информация уже обновилась. То есть буквально за полтора часа, пока у нас шел вебинар. Так вот, я открою вам такой секрет, который не на этом слайде, сказано на следующем. А вот девизом нашего вебинара будет сегодня вот такой вот анекдот, наверное, про Фаину Раневскую. Про нее очень много ходит таких якобы ее высказываний, которые стали цитатами. Но, в общем-то, вот то, что здесь написано, к самозанятым и к понятию самозанятость, наверное, имеет непосредственное отношение. Я вам хочу открыть секрет, что термина самозанятый вы не найдете ни в одном законе Российской Федерации. И когда мы говорим о том, что закон о самозанятых, понятие закона о самозанятых, вообще закона о самозанятых у нас не существует. И все, что связано с самозанятыми, оно раскидано по различным документам, инструкциям, положениям, каких-то там разъяснениям. Но закона о самозанятых нет. И ни в одном законе, ни в Гражданском кодексе, ни в Наноговом кодексе, ни в каком-либо другом, ни в законе о регистрации юридических лиц, там, индивидуальных предпринимателей, ни в Административном кодексе. Ну, в общем, нигде нет понятия самозанятой. Вот. Поэтому и определений как такового нет. Я вам сейчас приведу несколько примеров, так скажем, известных людей, которые связаны с принятием каких-либо нормативно-правовых документов о самозанятости, которые высказывались о том, кто же такой самозанятый. Из чего мы можем делать выводы или там из инструкции каких-то, кто же такой самозанятый. Вот член Президиума Объединения Предпринимателей Опора России говорит, что у нас есть официальные данные Росстата о том, что в России около 16 миллионов самозанятых. И что он дает за определение? То есть это те люди, которые не работают по найму, не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и при этом не безработные. То есть люди, которые никаким образом не зарегистрированы как субъекты трудового права, либо предприниматели. То есть это самозанятые. Ну, вы знаете, под это определение могут тогда попасть у нас дети, пенсионеры, инвалиды и так далее. То есть они же не безработные, но при этом и не зарегистрированы ни как предприниматели, ни как работающие по найму. Следующее. Тут у нас уже председатель Президиума Столыпинского клуба делает высказание и говорит, что самозанятые. Это переведенные с английского языка дословный перевод, как когда-то перевели леди и джентльмены, дамы и господа. Вот. И вместо перевода, ну, то есть мы перевели его на русский язык, отвечая, действительно до нас вопросами самозанятых граждан никто не занимался. У нас в России огромное количество, то есть кто по его определению самозанятый. У нас в России огромное количество людей, которые сами на себя работают, не нанимая другой персонал. Сами на себя работают. Давайте скажем так, индивидуальный предприниматель может не нанимать сотрудников, работать в одно лицо, но он не подходит под определение самозанятый. У него есть определение индивидуальный предприниматель. У нас можно создать общество с ограниченной ответственностью. Ты там будешь единственный учредитель. Ты же будешь генеральный директор. Ты же будешь и сотрудник, и уборщица. То есть ты можешь работать в одно лицо. Ты субъект предпринимательской деятельности, но под самозанятость ты тоже не попадаешь. Третье определение. Здесь у нас уже говорит председатель комитета по бюджету и налогам. Дает такое определение. Самозанятые – это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников. То есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Но, вы знаете, конечно, может быть это чуть-чуть ближе к тому, что является действительно понятием самозанятый. Допустим, если ты индивидуальный предприниматель, да, у тебя нет наемных работников. Но ты сам ведешь там трудовую деятельность. Но, опять же, у индивидуального предпринимателя есть определение. Вот сюда здесь вообще курьез. Значит, если ты создал общество с ограниченной ответственностью, где ты являешься учредителем, ты являешься директором и ты являешься исполнителем, но можно сказать, что ты сам у себя директор, то если у самозанятого нет директора, там нет начальника, то вот общество с ограниченной ответственностью сюда вроде как не попадает. Ну, это все, скажем так, пока пустые разговоры. Так, у нас здесь в чате есть комментарий большой. Так, самозанятость по СЛТКову щедрину. Невинные занятия. Стревожилось его донесением. Ну, цитату здесь приводят. Я сейчас не могу ее прочитать, не буду отвлекаться. Прочитайте, наверное, что-нибудь интересное. Ну, и, наконец, налоговая инспекция у нас дает следующее определение. Это написано на сайте налоговой инспекции. Самозанятые граждане не являются индивидуальными предпринимателями и не могут привлекать наемных работников. Понятно. Они самостоятельно организуют свой трудовой процесс и несут ответственность за его результаты. Доходы самозанятых граждан складываются из прибыли, полученной от использования капитала и выручки от основного вида деятельности. Вот здесь тоже, на мой взгляд, полный абсурд. Доходы самозанятых граждан складываются из прибыли, полученной от использования капитала. То есть, если я купила какие-то акции или вложила деньги в банк, получаю проценты, то есть, я использую свой капитал, то я самозанятое лицо. Но у нас есть закон, налоговый кодекс, по которому доходы, полученные от вкладов, облагаются определенным налогом. Если я купила акции или вложила их куда-то в инвестиционную компанию, неважно куда, и получила доход, то есть, это все в налоговом кодексе прописано. И люди, физические лица, получающие там доходы и прибыль от вложенного капитала, они не являются самозанятыми лицами. У нас в налоговом кодексе вообще нет понятия, самозанятое лицо. Мы уже об этом говорили. Значит, четкого определения, кто такой самозанятый человек, самозанятое лицо у нас нет. Будем исходить из этого. Но есть, в общем-то, нормативно-правовые документы, которые все-таки определяют понятие самозанятых. Хотя, возможно, этот термин вообще, наверное, может или уйдет из обихода, или дадут ему какое-то более четкое определение. Но мы сейчас можем для того, чтобы разобраться, как нам жить, если мы хотим попасть в этот статус так называемых самозанятых, то у нас есть три документа, таких основных документа, на которые мы можем ориентироваться. Прежде всего, это налоговый кодекс, который говорит о том, какие доходы не подлежат налогообложению. Поскольку мы сейчас вот дальше будем говорить о самозанятых и о том, какие налоги надо платить и нужно ли платить налоги вообще, или можно не платить налоги. Второе, это, скажем, федеральный закон, который и называют законом о самозанятых. Но на самом деле он называется о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима. Налог на профессиальный доход в городе федерального значения, в Москве, Московской, Калужской областях, а также в Республике Татарстан. И именно вот этот закон и внес смуту в понятии самозанятости и о том, что у нас везде, вот где начнешь искать в интернете, везде написано, что самозанятые могут платить налоги, там 4%, если ты работаешь с физическими лицами, 6%, если ты работаешь с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Как все это платить, где платить? И все уже, знаете, так задумались, а как же мне стать или там самозанятым лицом? И есть у нас еще такое положение о постановке на учет самозанятых граждан, которые существуют с 16 или 17 года, но во всяком случае 17-18 год. Это был тот период, когда тот, кто хотел стать самозанятым, элементарно это дело, придя в налоговую инспекцию, написав заявление, заполнив заявление, он становился самозанятым. И вот это у нас еще были, упустила я, наверное, разъяснение о том, кто может быть самозанятым лицом, то есть какими видами деятельности он может заниматься. И вот такое вот заявление писалось в налоговой инспекции, и на этом заканчивалась вся процедура регистрации, потому что в 17 и 18 году не было никаких налогов самозанятых лиц. То есть они могли заниматься вот и такой трудовой деятельностью самостоятельно, никого не привлекать, но были ограничения. Можно было проводить только там три вида деятельности, которые подлежали это возможность. Так, у нас еще есть в чате Наталья Станиславовна присоединилась. Так вот, у нас есть два типа самозанятых. Я хочу сразу вот параллельно провести такой небольшой мастер-класс именно по проведению вебинаров, потому что вас может смущать, что это такое за такие темные слайды или яркие слайды, которые, может быть, режут глаза. Вы знаете, уже много лет я иногда применяю на некоторых вебинарах вот такие вот слайды-перевертыши, когда на каком-то ярком фоне слайд отличный от общей массы слайдов, резко выделяющийся. И я какие-то короткие такие фразы крупным шрифтом пишу. Это специально для активации внимания слушателей и для того, чтобы активировав внимание та информация, которую вы должны запомнить, она выделяется всей остальной для, вы говорите, активации внимания и запоминания той информации, которая самой важной в данном вебинаре является. Так вот, у нас на сегодняшний момент сложилось два типа самозанятых. И я бы хотела вам такой задать, может быть, провокационный вопрос. Я сразу скажу, что он провокационный. что эти два типа самозанятых у нас отличаются. Чем же они отличаются? Вот как вы думаете, чем они отличаются? Вот у нас первый. На их не смотрите расставленные широко руки. Вот что же за такой вот, ну кто интересовался темой самозанятых, знаете ли вы, что же у нас за два типа самозанятых людей сейчас есть? Чем у нас отличается одна категория самозанятых от другой категории самозанятых? Можете ли вы ответить на этот вопрос? Если не можете ответить на этот вопрос, там напишите, что не знаю, не знаю. Если знаете, то напишите, не знаю, так пишет, работающий самозанятый и безработный самозанятый. Ага, не знаю, не знаю. Хорошо, не знаю, давайте. Спасибо большое за вашу активность. Давайте с вами разберемся. В чем же разница? У нас, кстати, подсказка была. Мы говорили, что у нас вышел федеральный закон, который действует с 1 января 2019 года. И он говорит о том, что у нас проводится эксперимент на, забыла уже, как это произносится, про самозанятых, про доходы, налогообложение, определенных видов доходов от самостоятельных видов деятельности. И разница только в регионе деятельности. Ну, проживание я бы не сказала, я сейчас вам буду акцент делать, почему не проживание, а в регионе деятельности. Значит, проживают или совершают деятельность в регионах эксперимента. Это мы с вами говорили, что регион эксперимент это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Это те люди, которые с 1 января 2019 года, став самозанятыми, то есть зарегистрировавшись как самозанятые, обязательно платят налог. Либо 4%, если они работают с физическими лицами, либо 6%, если они работают с юридическими лицами идиодальными предпринимателями. И вся остальная Россия, которые, как и прежде, как в 2017 и 2018 году, имеют ноль налогов, если они работают как самозанятые. Но, тем не менее, разница не только в налогах, в платить или не платить, и разница не только в регионе деятельности, а именно местом деятельности определяется возможность дополнительными, скажем так, возможностями в реализации своих, скажем, способностей или индивидуальной этой трудовой деятельности. Я хочу сейчас еще раз, последний, запустить опрос, в каком регионе вы проживаете. Так, я запускаю опрос, значит, Москва, Московская область, Калужская область, Татарстан, другие регионы Российской Федерации. Вот только таким образом мы с вами отвечаем, не вписываем свои регионы, нам не нужно указывать. Так, вопросик сейчас я посмотрю в чате. Сейчас, так. Евгения Юрьевна пишет, а если самозанятый москвич или житель Казани заведет счет, на который будут капать деньги в городе, не входящим в регион эксперимента? Это, я не вижу противоречий. Вы можете завести счет где угодно. Я сейчас буду рассказывать. Счет может быть в любом городе. Главное, чтобы при регистрации вы указали, что регион деятельности тот, который входит в территорию эксперимента. Итак, вот по ответам у нас ответили 16 человек. В Москве проживает четверо, в Московской области двое, в Калужской области у нас никто не проживает из присутствующих. В Татарстане один человек и другие регионы Российской Федерации 10 человек. В законе у нас сказано, вот я продолжаю ответ на вопрос, где имеется счет. Вы можете даже проживать в любом другом регионе. В законе сказано, что только место деятельности. И здесь я в конце вебинара буду вам пояснять, какие есть дырки, я называю это дырки в законодательстве, которые дают какие-то определенные лазейки. Я думаю, что этими лазейками кто-то воспользуется. Ну, я объясню, почему я, например, могла бы, может, ей воспользоваться, но не буду этого делать. Мы в самом начале говорили о дивизии. Кому-то понравился действительно этот девиз. Но я еще раз повторю, или вернее не повторю, а скажу, что все, что связано с самозанятыми, на сегодняшний момент находится в абсолютно сыром состоянии. и один закон противоречит другому. Одно положение противоречит другому. Плохо или хорошо, то, что у нас появилось такое понятие, как самозанятый, ну, я тоже в конце об этом скажу, и мы с вами вместе решим, хорошо это или плохо, плюс это или минус для нас. Вот, или это никак для нас. Значит, у нас уже ответила на 18 человек, и в Москве у нас 5, Московская область 2, Калуга 0, Татарстан 1, и другие регионы 10. Ну, тоже достаточно показательно. Все-таки Москва и Московская область, и Татарстан, это не вся Россия. Значит, вот сейчас мы будем говорить о тех, кто проживает в Москве, в Московской области, и в Татарстане. Ну, это подопытные, ну, не в плохом смысле, этого слова, просто люди, которые попали в, скажем так, в зону эксперимента. Это жители Москвы, Московской области, Калужской области, Республики Татарстан. Почему я говорю жители? Ну, потому что, как правило, все-таки, ну, будем говорить, что осуществляет свою деятельность в том регионе, в котором он проживает. Или же, опять же, проживание. Мы говорим здесь не о регистрации, а именно о проживании и деятельности на этой территории. Здесь, ну, мне очень хочется сказать об этом. Ну, такая, скажем, ловушка, которую пока расставил себе законодатель. А что же нам делать, если мы работаем в интернете? Вот, посмотрите. Если у нас в законе, вот сегодня показательный пример. В законе у нас сказано, что самозанятым, ну, условно говоря, самозанятым может быть гражданин или там не гражданин Российской Федерации, неважно, субъект, который осуществляет свою деятельность, не проживает, а осуществляет свою деятельность на территории эксперимента. Сегодня у нас, у меня на вебинаре присутствуют люди из Москвы, Московской области, Татарстана. То есть, я осуществляю свою деятельность на территории, которая входит в зону эксперимента. И, следовательно, по федеральному закону, который говорит о том, что я могу стать вот субъектом самозанятым, осуществляющим деятельность на этой территории, могу зарегистрироваться там и, ну, вернее, как субъект, как самозанятый, давайте так, не буду этому, нет такого понятия, но будем говорить, чтобы нам было ясно. И платить 4,6% с доходов тех лиц, которые ко мне, скажем так, пришли на этот вебинар, если бы он был платный. Или я вообще могу заявить, что да, я осуществляю деятельность, как можно меня проверить? То есть, здесь можно проверять, ну, не как это, ну, вернее, можно проверять, если это докапываться. То есть, если я осуществляю деятельность в интернете, то, наверное, я должна подключиться к провайдеру, который предоставляет доступ к интернету, я уже додумываю, да, доступ к интернету на территории вот этих, или он располагается на территории, которые подпадают под эту категорию. Дальше. Если я осуществляю свою деятельность на нескольких территориях, то есть, попадающих под эксперимент и не попадающих под эксперимент. То есть, вот, все это неопределено, все это каша. Так, значит, у нас здесь еще есть в чате информация. налог на самозанятых во всех регионах может быть введен уже с 20-го года вместо запланированного 29-го. Соответствующие... Да, да, я об этом буду говорить. Вот, в самом конце не сидите... Да, но сидите-то за компьютером, вы в этот момент в Москве, а если вы бы сидели в этот момент в Туле, я вообще сижу в настоящий момент в Санкт-Петербурге и осуществляю... Ну, здесь, знаете, действительно, можно по-разному трактовать это. То есть, местом нахождения тебя конкретно, или место осуществления деятельности. То есть, осуществляю я деятельность, что считать осуществлением деятельности? То есть, непосредственно то, что я говорю за компьютером у себя в Санкт-Петербурге, или то, что мою, скажем так, услугу или мою деятельность принимают на территории этого, ну, зоны, скажем так, эксперимента. Да, наверное, вот, ваше мнение во многом будет правдиво в том плане, что где находится физически, вот, осуществляет, ну, скажем так, нажимая на мышку, когда это произношу. Так, откуда я могу знать, в каком регионе мой ученик в Скайпе? Он говорит, что он живет во Владивостоке, но окажется, что он живет в Москве. Ну, вот, Евгения Юрьевна говорит, вот, то есть, это, видимо, подтверждение каких-то моих слов или предыдущего сообщения в чате. То есть, каких-то таких вот четких, это к тому, что нет каких-то четких критериев. Поскольку, вот, мы здесь собравшиеся, наверное, больше всего интересуемся именно интернет-деятельностью, оказанием каких-то услуг или деятельностью, в принципе, по разным направлениям в интернете, то про интернет вообще умалчивают. Поэтому, наверное, все-таки по закону или закон, когда выйдет о самозанятости или как-то он будет иначе называться, ну, в простонародье о самозанятых, то, наверное, будет все-таки более четко определено, что не местом, наверное, осуществления деятельности, а местом регистрации, то есть, подведут его под единую платформу, что местом регистрации самозанятого лица является место его либо постоянной, либо временной регистрации, то есть, где он в настоящий момент является его местом жительства, да, то есть, где он, хотя в настоящий момент регистрации индивидуальных предпринимателей, кстати, самозанятых, происходит по месту его основной регистрации, то есть, по месту регистрации физического лица. Что же говорить про всех остальных, все остальные, которые не проживают вот в зоне эксперимента, они по-прежнему, как и было в семнадцатом и восемнадцатом году, могут заниматься только тремя видами деятельности, и, ну, вот самый большой плюс в этом плане, что у нас очень много репетиторов, и репетиторы могут быть самозанятыми лицами. Вот, что касается репетиторства, то это действительно достаточно выгодно, особенно репетиторы, которые видны. У меня есть очень много знакомых, которые работают не репетиторами, а это, получается, няни, там, бэбиситеры, или как угодно их можно назвать, и их деятельность не видна. Они заключили там договор устный или письменный с работодателем и ходят к ребенку, забирая там из садика в кружки водит или в школу, и нигде он не мелькает, ни в каких интернетах, ни в каких социальных сетях нет его объявлений вот о том, что он оказывает эту услугу. То есть, годами может работать и быть абсолютно в тени. И ему действительно нет смысла зарегистрироваться как самозанятым. Если же наша деятельность такая открытая, на многих сайтах написано, что вы репетитор, что вы предлагаете свои услуги, или какие-то кадровые агентства размещают информацию о том, что вы репетитор, вот, и даже деньги не переводят через Сбербанк, да, ну, со Сбербанком, да, это особая история, и не только со Сбербанком, там получают деньги из рук в руки, все. Вот, я хочу, ну, будем чуть позже говорить о недвижимости, так вот, а если вы открыто заявляете на весь мир, что да, я репетитор, то и проживаете, ну, сейчас, не важно даже в каком регионе, вот, репетитором, я просто забегаю вперед, я рекомендую все-таки зарегистрироваться как самозанятый, потому что, вот, когда сейчас идет вот эти вот все устаканивания с этими самозанятыми, когда хотят показать, что, да, нужно платить налоги, могут быть такие публичные порки, не нужно под них попадать. целесообразнее зарегистрироваться, регистрация идет именно по месту твоей постоянной регистрации, по месту регистрации, или там временной регистрации, вот сейчас не могу сказать, по месту основной регистрации, я знаю, вот, и зарегистрироваться и жить спокойно, потому что, вот, во всех регионах, кроме Москвы, там, вот этих экспериментальных регионов, налог 0%, в настоящий момент, если ты не зарегистрировался, тебя поймали, то ты должен будешь заплатить налог 13%, то есть, это налог на доходы физических лиц, ну, и уход за гражданами, там, детьми, больными лицами, там, старше 80 лет, нуждающимся в в постоянном уходе, это тоже тот, кто работает с сиделками, также может, либо через какие-то агентства работают, и там этих сиделок, в принципе, не рекламируют, в основном, это работают, насколько я знаю, все-таки жители Украины, Молдовы, Приднестровья, вот, ну, чаще всего с этим сталкивались, но если вы граждане Российской Федерации, тем не менее, это тоже не такой уже публичная деятельность, что касается уборки жилых помещений, ведения домашнего хозяйства, но я думаю, что у нас здесь не присутствуют те люди, которые занимаются первым и третьим видом деятельности, но, я посмотрела на Авито, достаточно много людей, которые предлагают уборку жилых помещений, это и студенты, это, кстати, даже и учителя, я знаю, что там, пишут, что я учитель, преподаватель, в качестве подработки, готовы, ну, в какие-то дни совершать уборку жилых помещений, то есть, люди, ну, тоже достаточно публично размещают информацию, не Авито, Юла, там еще сейчас какие-то сервисы для этого предназначены, ну, нужно быть осторожным в этом вопросе и подумать, зарегистрироваться или не регистрироваться, здесь уже на ваш страх и риск. а есть планка по доходу на месяц или на год? Что-то говорили, что от такого-то количества денег, что касается вот всех остальных, кого мы называем всеми остальными, у нас пока нет никаких данных, какая должна быть максимальная сумма дохода, поскольку ты нигде не декларируешь свои доходы, то есть, не нужно сдавать никакой отчетности и просто вот пока тебе просто дали возможность проявить себя, гражданскую свою ответственность и зарегистрироваться как самозанятый, то есть, сколько ты получил, ты не сдаешь никаких доходов, никаких деклараций, и поскольку ты платишь нулевые налоги. Что касается вот этих вот регионов, которые попали под эксперимент, да, там есть ограничения. 2 миллиона 400 тысяч в год, то есть, это не важно, что там в один, ты можешь за один месяц получить 2 миллиона 400 тысяч и на этом прекратить свою деятельность как самозанятый, то есть, в год это 2 миллиона 400 тысяч. Если ты 2 миллиона 400 тысяч и 1 рубль получил, то ты уже перестаешь быть самозанятым, ты должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или там создать юридическое лицо. То есть, нужно держаться вот в этой сумме 2 миллиона 400 тысяч. И эта сумма по ну данной редакции, я думаю, она сохранится, эта сумма, если изменится даже документ о проведении эксперимента, эта сумма сохраняется на 10 лет. Так же, как на 10 лет установлен налоговый режим в размере 4% с доходов от реализации товаров и услуг физлицам и 6% если ты работаешь с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. И прелесть в чем, что самозанятые платят только налог на профессиональный доход. У него никаких других налогов нет. Да, с рубля до 2 миллионов 400 тысяч. Вот. Кто может быть самозанятым на территории эксперимента? Ну там не совсем так, то есть 2 миллиона 400, там еще дают вычеты 10 тысяч необлагаемых налогом, там как-то их списывают, с каждого платежа, с каждого налога. Значит, кто может быть самозанятым на территории эксперимента? И вот здесь вот очень интересный момент. То есть, скажем так, ну это не самозанятые, это все-таки перейти на профессиональный доход. Значит так, налог на профессиональный доход. Кто может быть плательщиком налога на профессиональный доход? любое физическое лицо, то есть вы можете зарегистрироваться как самозанятое лицо и платить вот этот налог 4-6 процентов. Вот про налоговые каникулы это уже совершенно другое. Вот полный вопрос. Можно ли зарегистрироваться сейчас? я слышал, что нужно было до 1 января 19 года, кто не успел, но того уже не распространяются налоговые каникулы. Регион неэкспериментальный. Вы знаете, я не знаю такого, вот я знаю, что продлили налоговые, ну скажем так, эти каникулы, если вы называете это каникулы, налоговый режим, по-моему можно зарегистрироваться как самозанятое лицо. Не могу вам сейчас на 100% ответить. Хороший вопрос, спасибо, я его провентилирую. То есть нет, я думаю, что вы можете зарегистрироваться. Я сейчас логически рассуждаю. Посмотрите, если у нас вы хотите быть самозанятым, у нас были ограничения, что можно только быть самозанятым там до 19 года, но поскольку продлили, ну вот условно говоря, налоговые каникулы, то можно и зарегистрироваться, если вы изъявляете такое желание, вы хотите вести деятельность как самозанятое лицо, вот позвоните в свою налоговую, уточните этот вопрос, ну по-моему можно. Вот, так у нас там есть в чате сообщение на этот вопрос, наверное, Надежда, ой, так, подождите, Надежда Сергеевна пугает, что в этом случае 13% нужно будет платить, а вот зарегистрировался пожилой человек, как самозанятый, репетиторствовал, например, и нянчил детей, но состарился, устал, больше этим заниматься не может, а он уже зарегистрирован, будут требовать налоги с этого человека и дальше. Нужно написать заявление о прекращении деятельности, а потом налоги требовать не будут, нет деятельности, нет налогов, мы будем говорить сейчас с вами, что у нас очень прозрачная в данном случае должна бы быть во всяком случае теоретически как подходит закон к этому теоретически очень прозрачная система каким образом получаются деньги. Деньги получаются через приложение мой налог и ты не выдаешь, скажем так, ты не имеешь кассового аппарата, но мой налог, вот этот вот сервис, он так устроен, что кассовый чек автоматически выдается теми сервисами, которые обеспечивают принятие денег. Вот я не знаю, вопрос, который был предыдущий по поводу того, что можно ли в девятнадцатом году зарегистрироваться как самозанятый. У меня в голове была абсолютная уверенность в том, что если продлили налоговый режим нулевой, то можно и зарегистрироваться. Можно уточнить действительно в своей налоговой инспекции и я поищу эту информацию и я думаю, что где-нибудь вот в группе, ну, откуда в основном здесь предпринимаю, ну, скажем так, посетители сайта мы эту информацию выложим. вот. Значит, ну, мы уже с вами обсудили вот то, что у меня выделено в сером квадратике, что местом ведения деятельности, которых является территория любого из субъектов Российских Федераций, включенных в эксперимент. На данный момент неясно, можно ли применять спецрежим, если деятельность ведется в разных регионах. То есть, если ты ведешь деятельность в Московской области, например, и в Ярославской области, как быть в данном случае? То есть, платить только на той территории, на которой ты находишься, ой, вернее, которая под эксперимент попала, а если в Ярославской области тебе платят деньги, то ты их можешь каким образом принимать, как самозанятое лицо, то есть, они попадают к тебе на другой счет. То есть, это не прописано, да? Вот как ты можешь работать, если находишься, твоя деятельность в разных регионах осуществляется. Так, вы знаете, сейчас не нужно бояться налоговой. Вы знаете, я много лет работаю вообще с налоговой инспекцией, скажем так, с тех моментов, когда она еще только создавалась, с 95-го года, и тогда, конечно, мы ходили в налоговую, я не буду сейчас эти все страшные истории рассказывать. Там были, ну, в общем, все развитие налоговой инспекции прошло на моих глазах. И я должна сказать, что раньше предприниматели ходили туда, как, знаете, на поклон, уж виноваты только тем, что ты предприниматель, и они разговаривали с тобой свысока, вот, пришли тут буржуи, бездельники, миллионеры, а мы тут вот в налоговый, пашем на вас, да? Сейчас в налоговой инспекции, во-первых, сменилось уже это поколение, сейчас работают там девочки, мальчики, чуть постарше, которые вообще выросли уже после 90-х годов, они уже только эту жизнь знают, и налоговая инспекция, ну, абсолютно, ну, я не могу сказать, что абсолютно адекватна, то есть, они спокойно, доброжелательно в большинстве своем, но во всяком случае, как чиновники, они разговаривают очень вежливые, и если они могут ответить на вопрос, они отвечают, потому что у меня одна из учениц, моих первых учениц вот по предпринимательскому праву, писала, это я даже как анекдот в рассылке у себя помещала как-то, она пришла в налоговую инспекцию регистрироваться как самозанятое лицо, и на нее смотрели с удивлением, и начальник налоговой инспекции ей говорит, а зачем вам это надо, и побежали в налоговую выяснять вообще, а как ей стать самозанятым, как зарегистрироваться, она была первым и единственным на тот момент человеком, кто пришел регистрироваться как самозанятое лицо, вот, это можно на сайте налоговой спросить, ну, вообще никаких сейчас проблем разговаривать с налоговой, нет, у меня были такие моменты, что, ну, в общем, неважно, там, звонила в налоговую, разговаривала, ну, деньги у меня не туда ушли, и там, не на тот счет, очень легко все это разбиралось, и я могу сказать, что они старались мне помочь, а не оштрафовать, или какие-то там неприятности мне сделать, вот, так что никаких проблем нет, и вот, что касается индивидуального предпринимателя, мы сейчас будем говорить, как можно стать, индивидуальному предпринимателю перейти на этот режим, кто же может быть самозанятым на территории эксперимента, то есть, вести бизнес на территории эксперимента, работать самостоятельно, не иметь в штате сотрудников, то есть, это определение самозанятости, по сути дела, и, которые оформлены, работать самостоятельно, не иметь в штате работников, которые оформлены по трудовому договору, но могут быть гражданско-правовые, там, договоры определенного характера, Вести виды деятельности, которые позволяют перейти на уплату налога на профессиональный доход. У нас не определены как таковые виды деятельности. Вот на территории эксперимента у нас есть виды деятельности, которые запрещены для так называемых самозанятых. И получать годовой доход не больше 2 миллионов 400 тысяч рублей. Лимит действует, как я уже говорила, на 10 лет. С 2019 по 2028 год. Вот. Никаких изменений по этой сумме пока не предполагается. Хотя, может быть, я не исключаю, что могут быть какие-то изменения в случае инфляции. Ну, я думаю, это уже другой совершенно вопрос. Наверное, уже просчитали на 10 лет вперед, какая у нас возможна инфляция. И когда нельзя применять спецрежим. Ну, я думаю, что у нас просто-напросто никто не подпадает под вот эти вот виды деятельности, когда нельзя спецрежим применять. Это продажа и покупка подакцизных товаров с обязательной маркировкой. Ну, это сигареты, алкоголь и так далее. Реализация имущественных прав, кроме сдачи в аренду жилья. Вот я подчеркнула, сдача в аренду жилья, мы об этом будем говорить. Добыча и продажа полезных ископаемых. Ну, у нас нельзя добывать и продавать полезные ископаемые. То есть нефтью не добывать нефть нельзя, не продавать нефть нельзя. А, Павел Юрьевич подвисло. Так, друзья, как вы меня слышите, видите? Все ли у нас сейчас нормально или только у Павла Юрьевича? Так, только у Павла Юрьевича подвисло. Отлично, что у всех. Все, спасибо большое. Будем работать дальше. Спасибо. И вот четвертый пункт, я его выделила синим, а не черным. Посреднические сделки по договорам поручений, комиссии и агентскому договору. Кроме случаев, когда посредник сам оказывает услуги по доставке товаров и при приеме денег от покупателя для продавца. Значит, смотрите, что здесь. Вот этот пункт меня очень волнует. В каком плане? Вот мы сейчас находимся в Дирид Академии. И Павел Юрьевич в самом начале сказал о том, что вы можете посмотреть в расписании курсы и пойти на эти курсы. Эти курсы, кто у нас является, вот скажем так, ну, субъектами, объектами, ну, не важно, участниками этого процесса. Дирид Академия, который является организатором. Преподаватель, который на этих курсах ведет. И слушатели. То есть три у нас единицы. И что у нас получается? Что организатор является посредником между преподавателем, который зарабатывает деньги, и слушателем. И, следовательно, вот из этого четвертого пункта я вижу следующее, что Дирид Академия не может быть самозанятым. То есть организатор курсов не может быть самозанятым. А вот преподаватель может быть самозанятым лицом. То есть самозанятое лицо не может быть посредником при осуществлении вот этого вот процесса организации курсов. Я буду над этим думать, потому что это очень важный момент именно вот для интернет-бизнеса. Потому что организатор, или как их часто сейчас называют продюсером, но я бы все-таки организатором назвала, организатор тоже было бы очень выгодно быть самозанятым лицом. Но единственное, что у организатора курсов 2 миллиона 400 тысяч, это все-таки очень маленький порог дохода, если он организует большое количество курсов. Ну, в общем, вы меня поняли, что здесь есть при интернет-бизнесе, в частности, который сейчас очень активно развивается, такая вот маленькая неприятность. Ну и налог на профессиональный доход, также не вправе получать ряд лиц, которые указаны в сером квадратике. Арбитражные управляющие, оценщики, адвокаты, медиаторы, частные донтариусы, участники договора простого товариства и доверительного управления имуществом. Как правило, в общем-то, все эти указанные лица, они входят в саморегулируемые организации, то есть являются членами адвокатских контор, оценщиков, входят в сообщество нотариусов, и у них есть еще специальные законы, которые регулируют их деятельность. То есть они должны быть индивидуальными предпринимателями, либо создавать фирмы, коммерческие или некоммерческие организации. И как же индивидуальному предпринимателю стать самозанятым? То есть вот в данном случае у нас речь идет только о тех, о индивидуальных предпринимателях, которые зарегистрированы на тех территориях, которые подлежат, вот опять противоречия, которые подлежат вот этому эксперименту. Если я индивидуальный предприниматель, проживаю в Санкт-Петербурге, и предположим, я осуществляю свою деятельность на территории Татарстана, ну просто у меня там, знаете, стоит маленький какой-то ларечек, и я продаю там футболки, ну не важно, футболки с рисунком Санкт-Петербурга, условно, абстрактно, никто, конечно, этого делать с футболками не будет там торговать, но не важно, воздухом Санкт-Петербурга я торгую, баночки у меня там стоят. Я осуществляю свою деятельность на территории Татарстана, но при этом у меня точно такая же палатка стоит в Санкт-Петербурге, может быть там еще в каком-нибудь регионе. То есть непонятно, как можно вести деятельность в разных регионах с разными режимами. Но предположим, я только в Татарстане осуществляю свою деятельность, неважно. Вот, значит, я тогда, я могу попадать под этот спецрежим. Где я должна отказываться вообще писать заявление о переходе на этот спецрежим? Как мне это делать, это тоже непонятно. Но я думаю, что никто этого делать на сегодняшний момент не будет, потому что здесь просто полнейшая непонятка. И, знаете, получается государство в государстве, этот наш спецрежим. Тем не менее, если вы проживаете на территории Москвы, Московской области, Калужской области, Татарстана, вы индивидуальный предприниматель, осуществляете деятельность также на этой территории, то вот здесь я бы посоветовала, если ваши виды деятельности подпадают под эти спецрежимы, и ваш доход не превышает 2 миллиона 400 тысяч в год, бизнес-тренеры, допустим, там опять же, репетитор, ну самостоятельно оказываете какие-либо услуги, самостоятельно совершаете свою деятельность, то очень выгодно перейти, используя вот этот вот закон, на спецрежим. А выгода заключается в чем? Что вы освобождаетесь от обязательных ежегодных платежей в пенсионный фонд и в фонд обязательного медицинского страхования. Мы с вами говорили, вот когда о том, что единственный налог, который оплачивают по спецрежиму, это 4% и 6%, и ни слова не говорили об отчислениях в пенсионный фонд, пенсионные накопления, и об отчислениях в фонд обязательного медицинского страхования. фонд обязательного медицинского страхования уже включен в эту сумму в эти проценты то есть там полтора процента идет в медстрах а что касается пенсионного фонда то это личное дело каждого если он хочет платить деньги в пенсионный фонд и получать там пенсионные баллы и в конечном итоге пенсию он это делает самостоятельно если не хочет то он этого не делает скажем так можно совмещать я чуть позже буду говорить можно совмещать работу по найму и самозанятость зачем тебе когда тогда самозанятому еще платить в пенсионный фонд за тебя делает отчисление в пенсионный фонд работодатель и у тебя идут пенсионные баллы пенсионные стаж и пенсионные накопления вот если я допустил меня все время ну даже не жаба душит а скорее обида наверное в каком плане я уже пенсионерка то есть я успела заскочить последний вагон до этой реформы повышение пенсионного возраста и при этом я являюсь индивидуальным предпринимателем и ежегодно оплачу вот 32 тысячи за 18 год и 36 тысяч обязательных платежей за 19 год из которых большая часть 22 процента уходит на пенсионные отчисления и меньшая часть там идет вы не 20 там не в них процентов там суммах но тем не менее несоразмеримые суммы идут в пенсионный фонд львиные доли идет и в медстрах за одну я понимаю допустим медстрах я плачу для того чтобы условно пользоваться какой-то бесплатной медициной минимальной в больнице во всяком случае полежать больше чем три дня а в пенсионный фонд то есть если я планирую работать вообще до последнего вздоха быть и индивидуальным предпринимателем и работать я не хочу делать отчисления в пенсионный фонд не устраивает я вас заработал какую-то своей пенсии меня это устраивает я больше не хочу более того что если ты индивидуальные предприниматели ветерам то есть пенсионер которые индивидуальный предприниматель или самозанятый чуть позже мы сейчас будем говорить наверно это переверну сейчас нет ладно дойдем до этого убегая вперед просто наболела как говорится ты являешься работающим и вот что с работающими там пенсионеры мы будем чуть позже говорить так вот как принимать деньги да ну вот вы говорите как вообще доказать что там ты получил деньги как сделать какие-то там зафиксировать это ну вообще что касается по закону то тот кто является самозанятым лицом вот пока это только для тех регионов которые входят в зону эксперимента ты должен зарегистрироваться в моем налоге то есть мой налог установить приложение на телефон у нас есть две ссылочки я не буду их обе указывать они одинаково одни для скажем так смартфонов другие другие для айфонов и когда ты получаешь какие-либо платежи то ты вносишь данные о покупателе если ты юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вводишь их ннн и фиксируется таким образом что ты получил от данного там скажем партнера своего контрагента ты получил деньги и это все фиксируется автоматически в личном кабинете у тебя ты все это видишь информируется налоговой инспекции о том что ты получил платеж и от налог формируется автоматически сразу же до 25 числа следующего месяца с твоего счета снимаются деньги а счеты тоже указываешь на которую тебя здесь поступают деньги с твоего счета снимается налог 6 процентов что касается от получения денег от физического лица какие нужно указать данные я не знаю здесь нужно пройти вот эти вот шаги я не проходила как самозанятое лицо и не знаю какие данные нужно указать когда ты получаешь деньги от физического лица но наверное нужно будет указать либо телефон либо email потому что ты должен выдать кассовый чек в любом случае к физическому лицу или юридическому лицу а кассовый чек формируется онлайн в так же вот в сервисе мой мой налог вот и к и выдачи кассового чека обязательно то есть получается электронный кассовый чек и здесь очень много вопросов сразу встает а что делать если человек ну вообще живет либо в возрасте либо живет в том регионе где проблемы с интернетом а он самозанятые лицу но живут в каком-нибудь там алтайском крае в каком-нибудь в какой-нибудь крошечной деревне но по идее по закону там этот дядя вася который ходит к чуть к тете машей рубить дрова и тети маша не выплатят деньги за то что он ей нарубил дрова или наколол дрова да она ему платит он самозанятый по идее он должен зафиксировать в дальнейшем вот когда у нас на всей территории российской федерации будет действовать закон зафиксировать получение оплаты выдать кассовый чек тети маша которые понятия не имеют что такое интернет мобильные приложения да и вообще телефона мобильного нет то есть и у него может быть его нет как быть в данном случае то есть здесь очень много таких вопросов и нужно ли вот смотрите еще я здесь такой вот вела аббревиатуру с мл потому что очень долго пишет там самозанятые самозанятое лицо и должен ли быть договор с самозанятым конечно в любом случае договор должен быть и опять же если ты работаешь в интернете то самозанятое лицо заключать и договор с каждым или выставить у себя на сайте договор оферты да по которому там будут присоединяться к этому договору те кто совершил оплату но в любом случае в договор можно вписать несколько пунктов которые подтверждают статус самозанятого и эти три пункта следующий что исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход исполнитель обязан предоставить заказчику чеки на все выплаты по договору исполнитель обязан сообщить заказчику об изменении своего статуса плательщика налога на господи профессиональный доход пока это термин никак еще на языке не вертится то есть это обезопасит того кто совершает платеж к тебе как самозанятому от тех вопросов которые могут у него возникнуть и проблемы в связи с этим а можно ли совмещать деятельность собственно я уже сказала что можно совмещать деятельность ты можешь работать по трудовому договору и быть при этом самозанятом лицо также можно быть учредителем компании быть самозанятым лицом ты можешь быть акционером и также быть самозанятым лицом то есть это не противоречит на сегодняшний момент законодательства ну и какие выгоды вот сейчас это для москвичей наверное для тех кто живет московской области особенно для москвичей вот те кто сдает в наем квартиры вот просто я наверное бы рекомендовала стать самозанятым лицом но это мое мнение почему потому что если вы сдали вот я просто рассматриваю конкретные ситуации в москве очень много сдается квартир и коренные москвичи которые может быть уже не совсем коренные москвичи те кто приехал раньше сумел купить недвижимость в москве их несколько объектов недвижимости сдают недвижимость в аренду да можно сдавать без договора и каким-то образом пока это еще прокатывает если вы сдаете в там в аренду на длительный срок это один момент а если вы сдаете допустим по суточную аренду в аренду то здесь возникает вопрос следующее что вы должны вы так опять же мелькаете вы можете быть пойманы и тогда должны будете платить и штрафы налог на доходы физических лиц 13 процентов суммы аренды я вот бывала в беларуси там народ знаете очень четко с этим работает очень боится потому что очень часто налоговики приходят в минске во всяком случае приходят и проверяют под видом клиентов так вот если вы самозанятое лицо то налог вы как самозанятое лицо указываете что вы сдаете в аренду недвижимость и налог на профессиональный доход у вас получается тогда 4 процента не 13 процентов то есть в этом случае очень выгодно выйти из тени и вот официально заключать договоры и официально получать деньги и платить вот эти вот четыре процента вот так же кстати индивидуальному предпринимателю это достаточно выгодно потому что индивидуальный предприниматель тоже может сдавать свою недвижимость в аренду для физических лиц и платить 6 процентов они 13 процентов с арендой недвижимости вот и говорит очень и для казани и тоже в казани я думаю что очень много сдается в аренду недвижимость то есть люди имеют доход с сдачи в аренду недвижимости вот об этом стоит подумать конечно подумать еще очень внимательно все посчитать все проанализировать не кидаться сразу исполнять но это я вот говорю как человек который размышлял на эту тему потому что этих вопросов не задавали очень много по вопросу сдачи в аренду недвижимости потому что скажем так вот это у нас на курсе вставал такой вопрос если у вас один объект недвижимости вы можете его сдавать вот до сегодняшнего момента это было сейчас так я думаю если у вас вы сдаете один объект недвижимости вы можете его сдавать и не регистрироваться как субъект предпринимательской деятельности но тогда это было индивидуальный предприниматель если же вы сдаете две квартиры или одну квартиру и часть квартиры, то вы уже обязаны зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Это уже предпринимательская деятельность. Со сдачей сейчас очень много информации. Я не слышала пока еще на практике, но пугают по поводу сдачи аренды недвижимости в аренду. И если вот работающий самозанятый пенсионер. Это работающий пенсионер, то есть самозанятый пенсионер, это также работающий как индивидуальный предприниматель и как любой пенсионер, который работает по трудовому договору. И, следовательно, у него нет ни индексации пенсии, нет доплаты прожиточного минимума, если его пенсия меньше прожиточного минимума. Нет ряда льгот, которые имеет пенсионер. То есть ряда льгот у него, конечно, сохраняется. По льготам не будем здесь уточнять, потому что это нужно много перечислять, какие льготы сохраняются, какие не сохраняются. Самое главное, что пенсии не индексируются и не доплачиваются до прожиточного минимума. И это опять касается очень актуально для москвичей, потому что достаточно большие доплаты. Выгода для самозанятого пенсионера в том, что нет обязательных платежей в пенсионный фонд. То есть, если ты, опять же, индивидуальный предприниматель, но ты переходишь на самозанятость, то есть на вариант оплаты налога, как самозанятое лицо, то ты не платишь в пенсионный фонд. Это, во всяком случае, все те индексации доплаты, они компенсируются тем, что ты не платишь обязательные платежи в пенсионный фонд, которые у индивидуального предпринимателя огромны. И даже если ты зарегистрировал коммерческую фирму или некоммерческую организацию, неважно, там еще круче. Ты являешься и учредителем, и работником, и как учредитель, вернее, и директор. И ты сам себе директор должен обязательно платить зарплату. Зарплата достаточно высокая. Например, в Москве она 18 тысяч в этом году. Ты обязан платить себе зарплату 18 тысяч. А с 18 тысяч там и 13, и 26. В общем, бешеные деньги ты обязан заплатить как налоги. Так вот, какие же у нас открытые вопросы. Как и кем будет контролироваться полнота заявленных доходов? Мы с вами уже говорили. Проверить невозможно. То есть, кто-то тебе оплатит. Вот ты репетитор, ты занимаешься тет-а-тет с ребенком. И ты с ним встречаешься. То есть, ты не через интернет ведешь свою деятельность. Ты можешь часть, конечно, заявлять через мой налог, а часть ты просто получать денег и все. Показать, что у тебя там какие-то копеечки капают и с них заплатить. Дальше. Как отчитываться тем, у кого нет доступа в интернет? Или нет никаких вообще у тебя гаджетов, с помощью которых можно установить мобильные приложения? Ну и вот мы уже обсуждали этот момент. Закон не привязывает регистрацию по месту жительства с местом осуществления деятельности. И здесь встает вопрос. Действительно, где ты сидишь, если ты работаешь в интернете? Наверное, это справедливо. Или же все-таки местом осуществления деятельности является место получения результата в твоей деятельности? Это тоже вопрос достаточно открытый. То есть, можно по нему дискутировать. Логично, конечно, все-таки, где ты физически находишься. То есть, опять же, все равно при дистанционной работе сложный вопрос. Можно ли использовать при работе в интернете этот пробел в законе? Я думаю, что, может быть, кто-то и попробует, но очень быстро это все прикроет. Во всяком случае, я не буду рисковать с этим и доказывать, что я осуществляю на территории Татарстана свою деятельность. И последние новости уже Павел Юрьевич сказал об этом, что к 2020 году хотят ввести налоги для самозанятых на территории всей Российской Федерации. И, наверное, это было бы объективно, потому что, скажем так, вот эта закрытая зона, территория, на которой сейчас попадает под эксперимент, она, наверное, больше вводит в заблуждение, создает сложности, чем экспериментировать на территории всей Российской Федерации. Если говорить, выгодно это или не выгодно, то что делать вообще? То есть здесь нужно разбираться все-таки индивидуально. Прежде чем кидаться в бой, нужно очень хорошо подумать, кем тебе выгоднее быть? Индивидуальным предпринимателем, самозанятым лицом или индивидуальным предпринимателем с налогами, позволяющими работать как самозанятым, то есть работать самостоятельно? Какими видами деятельности ты готов заниматься? Вот все-все-все проанализировать, и я бы все-таки в таких случаях, по каждому конкретному случаю, прежде всего проконсультировалась с двумя людьми. Конечно, в лучшем случае это все-таки, наверное, больше всего информации будет у налогового консультанта, то есть людьми, которые специализируются на консультировании по налогам, или теми, кто глубоко занимается юридической и бухгалтерской деятельностью. То есть это такой круг людей, налоговые консультанты, бухгалтеры и юристы, они больше всех посвящены в эти вопросы. И опять же, не каждый юрист, юрист, который занимается какими-то семейными делами, гражданскими делами, уголовными делами, нет. Юрист, который занимается именно предпринимательской деятельностью, работает с предпринимателями. Бухгалтер тоже, смотря в какой сфере, если это главный бухгалтер какого-то крупного концерна, он тоже будет очень далек от самозанятого. Он будет знать, что с самозанятыми мы можем работать только так. Это те специалисты, которые консультируют малый бизнес и микробизнес. Вот все-таки я бы с ними проконсультировалась. Не искала информацию в интернете или где-то там в группах, что кто скажет. Со специалистами. Потому что прежде чем сделать какой-то правильный шаг, нужно хорошо все это разузнать. И, конечно же, можно проконсультироваться конкретно по шагам уже в налоговой инспекции. То есть ее бояться не нужно. Хотя, конечно, когда звонишь в налоговую инспекцию, они обязательно просят представиться, сообщить какие-то данные о себе. Или там в онлайн-консультанте ты с ними работаешь. Ну, ничего страшного. В общем, это все ускакивает куда-то и все. И я хочу сказать, что, конечно, и то, что скажут в налоговой инспекции, проконсультируют, это по каким-то микровопросам. То есть то, что связано именно с ними. А вот какие-то общие правовые вопросы, они даже отвечать не будут. Потому что я могу сказать, что они даже могут их и не знать. Ну и хочу вот на что еще сделать акцент. Что тот, кто будет смотреть этот вебинар в записи, что информация, о которой мы сейчас говорим, она актуальна по состоянию на 21 февраля 2019 года. Если вы будете смотреть этот вебинар в записи через какой-то промежуток времени, то наверняка часть информации, о которой мы здесь говорим, либо будет более четко прояснена, либо вообще будет изменена. Поэтому очень нужно быть осторожными со всеми теми вопросами, которые связаны с предпринимательской деятельностью, вообще с правовыми вопросами. Они меняются порой быстрее, чем меняется у нас погода. На этом я хочу вас поблагодарить. Я надеюсь, что я не только напустила там каких-то сомнений в вашей мысли. Некоторые вопросы все-таки мы прояснили. И прежде всего те, что не только, вернее, очень многие думали, что вообще на территории всей Российской Федерации уже введены вот эти вот специальные налоговые режимы, потому что только об этом везде и говорят. Нет. На 2019 год у нас есть 4 регионы экспериментальных, а все остальные работают только по 3 видам деятельности. Для нас актуально это репетиторство. И платят 0 налогов. А вот с 2020 года, ну, я думаю, что введут уже на территорию всей Российской Федерации. Да, презентацию, пожалуйста, можете скачать. Я ее сейчас даю для скачивания. Вот. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что приняли участие в вебинаре. Огромное спасибо Ларисе за замечательный вебинар. Я для себя многое прояснил. Прояснил настолько, насколько это было возможным. Многие вещи остались, конечно, темными, но не потому, что Лариса не рассказала, а потому, что сам законодатель еще не совсем определился с этим. Надеюсь, определится в будущем. И этот очень интересный закон можно будет как-то уже применять на своей практике. Ну что ж, я еще раз всех благодарю. И напоминаю, что Директ Академия – это вебинар каждый день. Приходите на наши вебинары, а мы постараемся приглашать самых интересных спикеров для вас, чтобы вам было интересно. До новых встреч в Директ Академии!